друзья здравствуйте я хочу рассказать о бульбофилами полинопсисе достаточно большой крупные листья у него, почему он называется бульбофилами полинопсис, очень листья похожие на полинопсисные, такие вот толстые, он у меня где-то года полтора, у него такие бульбы старые, эрозия происходит от возраста, но не страшно, это не гниль, буквально внешний эффект, потом от него вот эти три бульбочки ко мне пришли. Растет очень хорошо, я бы сказала даже быстро, хотя ожидала, что он будет расти медленнее, первая бульба наросла, он пришел ко мне, вот эти три бульба было и рост, рост сформировался в бульбу, такой длинный лист, но более вытянутый у него, дальше бульба выросла еще больше, трудно показать масштаб, грубо как небольшое яблоко, или даже глюкоз, он тоже долго не сидел, он такой лист длиннее, классный плотный лист, не сидел и дал снова новый рост, по уходу я его не сушу никогда, он сидит всегда влажный, займу ему руки, можно увидеть тут, группа говоря, корзинка внеет, но ему нравится, вот корни его, держу я его вот в этом поддоне, потому что мне легче для корзинки налить сюда воды, она тут постоит несколько дней, впитает, но от влажности, видите, даже растет мох, эти корзинку я специально, когда только посадила, его прикрепила, в принципе, для лестки уже можно срезать, так вот, красавец вырос, и дальше он будет расти, свой урос там все больше и больше, можно в интернете даже увидеть вот такие фотографии, ну здесь когда-то у меня вот таким вот и будет, вот, пока он еще малыш, ну ему до цветения где-то, ну думаю года два, хотя если он вырастет еще бульбу больше этой, может даже вполне и год, с такими темпами роста, субстрат чистый мох, вот он ко мне пришел от поставщика, стоявания в чистом мхе, и так я его дальше и расчет, только посадила его в корзинку, и вот держу его в подвесном состоянии, для видео я его купила, так он подвешенный, водички налила, и растет дальше, очень хорошо переносит и прохладу, и жару, как-то таковое растение, проблем я с ними не видела, потому что если кто хочет, даже не думайте, заводите, будет радовать, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok